приветствую всех с вами олег саламаха сегодня мы с вами посмотрим как закончились партии заключительного четвертого игрового дня супер турнира левитов чес вик 2023 который проходил в амстердаме с 22 по 26 сентября играет 10 сильнейших шахматистов планеты которых вы сейчас можете видеть на ваших экранах супер турнир организовал илья левитов всем хорошо известный как раз таки владелец канала левитов чес один из лучших каналов на русскоязычном ю тубе также он имеет и английский аналог ставим лайк до начала обзора это позволит видео продвигаться в рекомендациях и внимание на экран на ваших экранах сейчас вся самая необходимая информация о этом супер турнире временной контроль 10 минут и 5 секунд добавление на ход и также призовой фонд 130 тысяч долларов призы делятся следующим образом за первое место участник получает 40 тысяч и также формат тайбрейка у нас будет сыр на две игры с контролем 3 минуты и 2 секунды добавления на ход также может быть армагеддон на ваших экранах вы сейчас видите турнирное положение участников после 14 туров лидирует у нас ян непомнящий и петр свитлер а все остальные далеко позади понятно что основная борьба за первые призы развернется между двумя этими российскими гроссмейстерами пятнадцатом туре играет ян непомнящий против шахрияром и медьярова уэслисо против данила дубова виши ананд против александра грищука петр свитлер против владимира крамника и ливон аронян против бориса гельфанда белыми играл ян непомнящий черными играл шахрияром и медьяров в российско-азербайджанском противостоянии разыграна сицилианская защита швенингенская система после а6 слон g2 конь f6 рокировка белый заканчивает развитие черный после слон е7 водя е1 d6 пока не спешат и непомнящий играет конь бьет c6 и после bc находится сильный ресурс е5 теперь слон на поле g2 вскрывается и пешка нападает на коня после д е ладья бьет е5 играет непомнящий вроде бы ладью можно взять но если забрать на поле е5 то следует слон бьет c6 и во всех вариантах белый просто отыгрывают ладью и остаются со здоровой лишней пешкой поэтому после водя бьет е5 шахрияр предпочитает закончить развитие теперь водя у белых висит и непомнящий ее уводит ладья d8 ферзь f3 нападение на пешку на поле c6 и конь d5 шахрияр перекрывается h4 слон b7 конь е4 и вот в этой позиции шахрияр ошибается ходом конь b4 надо было сыграть h6 сделать полезный ход форточка и не пускаем никого на поле g5 и так конь b4 ход неудачный черные грозят вроде бы вилкой на поле c2 и непомнящий здесь тоже сыграл не слишком то хорошо ферзь c3 очень сильно было сыграть слон f4 и выясняется что теперь е5 казалось бы самый логичный ход теперь вроде бы висит слон а если слон отойдет то будет вилка на поле c2 так вот ход е5 проигрывает по причине слон бьет е5 и на ферзь бьет е5 конь g5 очень красивая тактика теперь висит пункт на поле f7 ладья нападает на ферзя и на слона на ферзь f6 ферзь е4 и теперь двойной удар висит слон и висит мат на поле h7 после g6 ферзь бьет е7 повис еще и слон ферзь е7 ладья е7 конь бьет c2 ладья c1 конь d4 теперь слона брать плохо по причине конь е2 вилка но можно забрать пешку на поле f7 с нападением на ладью и после конь е2 шах черный отвлекают ладью от защиты коня король бьет f7 слон бьет c6 посчитаем материал белые остаются с чистыми двумя лишними пешками эта позиция технически выиграна после слона f4 поэтому сильнее сыграть ферзь b6 но тогда уже можно сыграть слон g5 снова прицепиться к слону на ладья е8 уже только ферзь е2 посмотрите белые теперь защищают пешку на поле c2 но у них слон уже стоит на поле g5 работает вовсю и здесь у белых также позиция с преимуществом и так ферзь c3 играет непомнящий следует конь d5 ферзь f3 конь b4 шахлияр не против ничьей ну и тут непомнящий ходом ферзь е2 отказывается c5 слон е3 h6 ладья d1 после ладья d1 ладья d1 конь d5 снова играет шахлияр и тут непомнящий ошибается ходом слон c1 то есть понятно что после этого хода просто почему эта ошибка почему я именно посчитал это ошибкой хотя компьютер этот ход нисколько не ругает все дело в том что после этого инициатива переходит к черным у белых был очень сильный ресурс слон бьет c5 с идеей на солнце 5 конь c5 ферзь c5 c4 отыграть фигуру на связке коня у черных есть сильный ресурс конь c3 черные развязываются вот так вот и после bc слон g2 король g2 ладья c8 получается тяжелое фигурное окончание без пешки у черных но у белых пешки все испорчены после ладья d4 g6 все-таки скорее черные должны сделать ничью и так солнце 1 последовало c4 c3 a5 конь d2 после ладья c8 конь f3 получилось примерно равная позиция слон f6 конь d4 ферзь b6 слон e4 и после конь e7 конь f3 белые перегруппировать свои фигуры черный отвечает слон d5 белый отвечает слон e3 нападая на ферзя ферзь отходит на поле b7 давит на слона и тут непомнящий бьет на поле d5 затем играет слон d4 и вот в этой позиции шахрияру на ни в коем случае не надо было меняться на поле d4 надо было играть a4 с идеей там после a3 разрушить ферзевый фланг белый должны играть a3 ну и просто ладья c7 черные стоят и позиция получается примерно равной а вот после хода слон d4 слон d4 сыграл шахрияр теперь у белых перевес ладья d4 зависла пешка на поле c4 ладья b8 вроде бы шахрияр контратакует пешку на поле b2 ладья d2 непомнящий пока защищается а пешка висит дальше перегруппировался непомнящий снова висит пешка конь b6 ладья d4 снова висит пешка и черные как мы видим полностью переключились к обороне h5 непомнящий фиксирует королевский фланг шахрияр играет ферзь c5 и дальше ферзь e4 по-прежнему позиция черных крепкая ферзь c7 ферзь e2 ферзь c5 ладья f4 ну и вот в этой позиции шах начал ошибаться играет f6 этот ход на самом деле плохой но правда ладья c7 приводит уже к тоже не самой приятной позиции когда остаются просто без пешки в ферзиум эндшпиле и получается так что после ферзь бьет b2 ферзь c4 ферзь b1 шах король g2 ферзь f5 черные съедят скорее всего пешку на поле h5 ну и после ферзь e4 шах король g8 c4 ферзь c5 получается вот такая вот позиция где у белых неплохие как мне кажется шансы на победу именно за счет того что есть ферзи переходить в пешечник не очень-то хорошо то что у черных есть отдаленная проходная но играть при ферзях с лишней пешкой вполне комфортно и так ладья f4 f6 играет шахрияр теперь конь идет на поле g4 и тут ходом ладья е8 шах проигрывает партию король f7 надо было играть защищать пешку на поле е6 здесь после конь е3 белый снова начинают давить перегруппировать свои фигуры оптимальным образом ладья c7 ладья е4 с угрозой взять пешку на поле е6 после отпрыга коня f5 ладья d4 ну и после а4 ферзь d1 белый контролирует позицию грозит вторжение ладьи на поле d8 позиции черных по-прежнему все еще держится но уже с большим трудом то есть если бы играли компьютеры я бы сказал что черные удержат ничью а вот человеческой точки зрения позиции черных очень противные но после хода конь g4 шах предпочел сразу же помереть не мучиться ладья е8 сыграл и тут не помнящий жертвует на поле f6 объявляя вилку затем после водя бьет f6 выясняется что от королевского фланга черных остались одни руины ну и здесь спустя пару ходов шах капитулировал потому что висит мат на а6 и висит конь после ферзи f8 ферзь бьет b6 остались у разбитого корыта черные без двух пешек висит еще и на а5 и на е6 тут уже шахрияр мамедьяров сдался вот такая вот блестящая победа я на непомнящего с учетом того что он лидирует он еще более упрочил свое лидирующее турнирное положение идем дальше белыми игра уэс лисо черным играл даниил дубов в этой партии у нас была разыграна сицилианская защита система марац и давайте дебют немножечко промотаем после сон е6 водятся один а6 черные развивают ферзевый фланг а белые стараются закончить развитие ну и черные по налоге с ложским гамбитом подрывают фланг ходом b5 жертвует при этом как мы видим даниил дубов пешку съедает на 2 после солнце 6 водя 6 слон b5 водя 8 слон c6 на ничью даниил дубов не согласен после водя 6 вернее не согласен ничью уэс лисо потому что здесь он играет слон b7 и заставляет буквально даниил дубова пожертвовать еще и качество после водя b6 слон b6 ферзь b6 коня 2 ферзь b7 возникает очень интересная яркая позиция теперь рокировать пока нельзя потому что будет шах и потерян конь на поле a2 поэтому коня возвращает уэс лисо на поле b4 но это ошибка надо было играть конь c3 правда и здесь выясняется что позиции черных хоть и у них не хватает сейчас как мы видим качество довольно таки грозная потому что король белых застревает в центре ферзь b6 ферзь f2 хотим рокировать ферзь a6 фигушки никуда вы не рокируете ферзь держит поле f1 ферзь e2 ферзь b6 ничью черные всегда согласны а чтобы белым попытаться здесь играть на победу то надо перегруппироваться вот таким вот образом но тут черные играют просто вот на равных тут еще видите конь оказался повязан и позиция просто получается здесь после король g2 dc bc h5 с хорошими ничейными шансами за черных а после ферзь бьет b7 конь b4 сыграл уэс лисо неудачно и тут даниил дубов не нашел мощнейшая тактическая продолжение он сыграл ферзь b6 сделал самый логичный ход не пускает короля в короткую рокировку но тут был зубодробительный удар у черных конь бьет е4 на фе шах король f1 ладья b8 и вот это конечно было очень тяжело понять чтоб давят черные на пешку на поле b2 конь висит конь d3 и тут слон h6 два услицательных знака отвлекаем ферзя и после ферзь бьет d3 шах черные без ладьи но при этом это ничья никуда белый король уклониться не может идти на поле f2 он не может по причине ладья бьет b2 и черные даже побеждают после короля f1 ферзь d3 король е1 ферзь е4 приходится соглашаться на ничью так как если попытаться уклониться сыграть король d1 то после ферзь е4 уже черные побеждают король е1 шах на е6 затем забираем на поле b2 грозит мат на поле е1 и на король g1 играем ферзь g4 и смотрите как защищаться от взятия на поле g2 и как защищаться от шаха и мата на поле так прошу прощения на поле f2 совершенно непонятно плюс ферзь на поле g4 контролирует поле c8 то есть водя не может объявить шах здесь белый просто без води вернее с лишней водей но проигрывают и так после хода ферзь b6 к сожалению не нашел вот этот удар тактический комбит е4 даниил дубов это достаточно было сложно на самом деле найти такой ничейный вариант ферзь b6 конь c6 водя е8 ферзь f2 снова белые пытаются уйти королем в рокировку и снова черные не дают им это сделать приходится белом по-прежнему пока немножечко повторил уэслисо и дальше пытается сделать искусственную рокировку играет g3 затем ставит короля на поле g2 ну и после водя c8 b5 позиция белых с перевесом конечно же лишнее качество есть водя 8 водя c2 водя 3 водя b1 h5 играют черные дальше следует небольшая перегруппировочка белые пытаются упростить позицию после коня опять ферзь c8 b6 проходная пешка белых идет h4 b7 ферзь c7 ну и вот здесь на тридцать девятом ходу снова ошибается даниил дубов вернее вернее не даниил дубов а уэслисо забирая пешку на h4 водя b5 было очень сильно не пуская водю на поле c5 и здесь позиция белых было бы уже близко к выигранной но после ферзь c7 жаж сыграл уэслисо американский гроссмейстер и зевнул что после водя c5 висит конь коню приходится отходить на поле b3 тогда черные его намертво завязывают и уничтожают мощнейшую пешку на поле b7 после чего получается позиция с лишним качеством но все пешки на одном фланге дальше следует длинный снова отрезок борьбы где пытался уэслисо получить более-менее спокойную позицию чтобы реализовать лишнее качество но даниил дубов стоит сделать при правильной защите ничего нельзя и дальше давайте немножечко перемотаем здесь черные пытаются надвигать пешку у них пешка d проходная игра начинается очень острая конкретная и здесь черные ошибаются вот так вот казалось бы что даниил дубов объявляет вечный шах но после хода король h1 здесь ни в коем случае не надо было давать шах на d5 надо было уже забирать пешку на f5 и на ферзь бьет f5 играть ферзь d4 здесь пешку d черные подкрепляют у них пешка и конь за качество ну и мата никакого здесь не получают черные и так король h1 ферзь d5 ошибка но тут и ходом король g1 ошибается также уэслисо ферзь g2 приводила к победе поскольку теперь висит конь и ферзь попадает под размен но сейчас мы с вами увидим что-то подобие потому что здесь снова даниил дубов ошибается объявляя ферзь c1 шах снова давало ничью взятие и дальше просто d2 вот так вот черные спасаются ферзь d3 шах и начинают шаховать и в результате черные должны объявить вечный шах но это опять же повторюсь очень сложная игра и так король h1 ферзь c1 теперь этот ход проигрывает потому что после ферзь g1 ферзь c6 ферзь g2 дальнейшие шахи бессмысленны потому что белые закроются ладьей и шахи кончатся висит конь и висит ферзь пришлось меняться и в итоге получается выигранное за белых окончания ладья и пешка против коня и пешки проблема в том что с ладейной пешкой конь борется хуже всего ну и дальше здесь белые на цукцвангах выгоняют черных обходят королем как мы видим ладьей забирают пешку h и дальше спокойно белые реализуют свой перевес даниил дубов сопротивлялся до последнего но здесь уже все против лома нет приема а другого лома в загашнике российского гроссмейстера увы не оказалось король g4 решающий цукцванг конь не ходит а если ходит король то король приближается и идет дальше и так на сто восемнадцатом ходу у вас лисо одержал победу а мы с вами идем дальше белыми играл виши анан черными играл александр грищук в этом противостоянии индии против россии разыграна сицилианская защита вариант рассолима также с вами давайте дебют проматываем и доходим до ключевых позиций в миттельшпиле здесь белые укрепляют центр черные пока спокойно перегруппироваться и вот черным надоело стоять и они играют d5 мы видим что систему ешь разыграл александр грищук а эта система как раз таки характеризуется планами с подрывами b5 и d5 ед ед и вот здесь после хода конь бьет д5 грищук не угадал чем взять на поле д5 надо все таки было бить именно слоном но нелогично было предположить что пешку на 6 надо отдать после cd конь d5 слон бьет а6 мне кажется здесь российский гроссмейстер просто остановил свои расчеты но если продолжить конь c3 напали на ферзя ферзь а1 ладят c5 b4 ладят c7 вот так вот черные вы вызвали огонь на себя и дальше хотят сыграть ферзь а7 с нападением на слона на пешку на поле а4 и конь на поле c3 расположен великолепно у черных богатая контр-игра после конь бьет d5 конь бьет d5 неудачно сыграл грищук теперь анан забирает пешкой водя бьет d5 f4 и выясняется что после хода конь d7 слон c4 пешка на поле f7 у черных падает воде h5 слон g3 не торопится индийский гроссмейстер никуда эта пешка от него не убежит сейчас грозит ход f5 водя f8 водя е7 по максимуму усиливает виши анан свою позицию нападает на коня конь f6 и слон бьет f7 забирает наконец-то пешку индийский гроссмейстер и позиция черных разваливается ужасная дисгармония царит в их рядах слон d5 сыграл грищук и после слон бьет g6 шах король бьет g6 f5 все по сути дело закончилось потому что вскрытый шах и нападение вернее шах и скрытые нападения на ферзя после короля h7 слон бьет b8 виши ананд победил на тридцать втором ходу идем дальше белыми играл петр свитлер черным играл владимир крамник в этой партии у нас была разыграна защита грюнфельда давайте также мы с вами дебютную часть проматываем получается позиция довольно интересная после слон d4 e5 отвечает владимир крамник прогоняя слона сон идет на поле е3 и черные забирают пешку на поле b2 получается так что у черных лишняя пешка но белые лучше развиты водятся один конь а4 ферзь b4 петр свитлер хочет перегруппировать ферзя на королевский фанк воспользовавшись нападением на коня но пока конь как видим защищен ферзем и вот тут ходом опять ошибается владимир крамник надо было сыграть е4 найти вот такой вот ход чтобы перерезать ферзю дорогу на ферзевый на королевский фланг на конь g5 играем теперь опять с нападением на ферзя белые отыгрывают пешку но черные просто отражают атаку и получается вполне хорошая здесь у них игра после конь бьет а2 у черных есть проходная пешка а и игра здесь идет на равных то есть сложная позиция игровая все фигуры в игре победит тот кто лучше играет в шахматы после ферзь b4 идет навстречу владимир крамник замыслом петра свитлера опять ферзь h4 ну и тут совсем уже плохо сыграл владимир крамник h5 надо было все-таки пытаться закончить развитие сыграть слон d7 на конь g5 пока ничего страшного нет а 6 сыграли конь е4 ферзь d8 и предложили размен ферзей поэтому белые не успевать забрать пешку на 6 и дальше получается просто такая вот позиция где белые забирают пешку на b6 на тактике затем отыгрывают фигуру и снова получается позиция примерно равные после ферзь h4 h5 петр играет конь g5 с идеей где-то h3 g4 и тут владимир крамник снова ошибается играет слон g4 и просто идет навстречу замыслом соперника конечно надо было играть и в 6 на шах отходим край значит королем наш 8 и тут уже приходится играть конь f7 идти вот на такой вот вариант где белые получают хорошую игру то есть здесь мы видим что у черных лишняя пешка но при этом фигуры белых достаточно активны и поэтому здесь игра идет снова на все три результата но слон g4 сыграл владимир крамник последовало h3 слон едва водя е1 слона прогнал петр свитлер и вскрыл позицию короля ходом g4 f6 шах король h8 водя c7 белые развили сумасшедшую атаку конь c3 играет владимир крамник пытаясь отвлечь а ладью при этом конь как увидим встает под бой но а что еще делать на взятие на g5 последует ферзь бьет g5 и тут проблема в том что очень опасная позиция у белых все фигуры идут в атаку на слон d7 забираем на b7 затем слон е4 играем затем забираем на h5 после же h водя d1 тут еще давим в общем здесь выжить практически нереально за черных несмотря на то что вроде бы у черных сейчас лишняя фигура на доске но конь на поле а4 совершенно не принимает никакого участия в игре он полностью вырезан поэтому здесь белые должны в итоге победить и так водя c7 конь c3 последовало коня в 7 шах идея была в том что на взятие на c3 черный успевает взять на g5 а после хода коня в 7 теперь король h7 и просто забирает пешку на поле h5 петр свитлер ну и тут разгром g5 жертвует еще и коня российский гроссмейстер fg4 g5 висит мат слон d7 и водя бьет c3 забирает в итоге этого коня петр свитлер и дальше владимир крамник мат надо отдать ему должный не получил но получил абсолютно безнадежную позицию в эндшпиле белые после а6 вынуждают отдать качество поскольку не может слон отойти из угрозы мата наш 7 и получается снова абсолютно выигранная позиция так как после водя c8 сон связан и здесь на 43 ходу владимир крамник прекратил это свое бессмысленное сопротивление ну что ж петр свитлер одержал красивую победу а мы с вами идем дальше белыми играл его на ранян черный играл борис гельфанд смотрим с вами америка на израильское противостояние в этом поединке у нас был разыграна сицилианская защита варианта рассолима также с вами давайте дебют проматываем здесь получилась позиция чрезвычайно запертого типа и после ладья d1 конь d4 ферзь e3 конь f5 ферзь f4 ферзь d8 черный вроде бы давит белые играют конь f1 и вот тут борис гельфанд ошибается ходом dc надо было сыграть все-таки ладья b7 и напасть на пешку на поле b3 на ладья b1 можно закончить развитие и здесь позиция была бы неясная после конь f1 dc bc играет здесь ливон ранян и выясняется что пешку на поле d3 черные не могут забрать но правда конь d4 который сделал борис гельфанд ход тоже плохой здесь надо уж все-таки было бить на поле d3 но тогда прилетает контрудар сломбит опять отвлечение если значит побить на опять то потеряется водя на поле d1 ферзь висит надо уходить тогда меняются белые играют конь d2 укрепляя пешку на c4 затем играют водя c3 прогоняя ферзя ну и после ферзь е2 сломбе 6 конь d4 опять позиция у белых поприятнее пешка на поле h5 слабая пешка на поле c5 слабая то есть черный еще держится но позиция их плохая и так bc конь d4 теперь также ошибается или вон ранян играя конь d2 ферзь е4 было очень сильно чтобы просто защитить пешку на поле d3 и только потом играть конь d2 f5 примерное развитие событий я вам показываю еф слон f6 ну и после слон d4 белый уничтожает защиту пешки на поле е6 ну и брать ее даже не надо потому что после водя f7 там все-таки белые получат проблемы по вертикали f у черных будет контр-игра лучше всего сыграть ферзи 6 после этого разменять ферзей и спокойно играть на коневую доминацию позиция закрытого типа и эндшпиль два коня против двух слонов здесь в пользу белых так как повторюсь позиция очень заперта итак конь d2 сыграл ливон ранян последовало конь е2 и как мы видим американский гроссмейстер просто зимнул вилку дальше черные забрали качество после значит закончили развитие рокировка сыграли и после конь е1 белый защищают пешку на поле d3 водя b7 ферзи f3 водя b4 снова борис гельфанд играет очень интересно изобретательно отдает назад качество петросяновская такая жертва чтобы получить проходную пешку но ливон ранян никакого внимания не обращает защищает пешку на а4 и дальше забирает пешку на а5 и в результате получается позиция с большим позиционным преимуществом у белых так как все-таки здесь кони гораздо сильнее оказались чем слоны позиция очень заперта белый просто перегруппировывают свои фигуры на королевский ночноферзевый фланг кстати вот здесь после хода король c2 водя c6 ошибочный ход надо было играть слон d8 защищая пешку на а5 водя c6 король b2 теперь уже слон d8 поздно так как белый прорываются ходом d4 и на взятие играют c5 мертвые получается блокада после солнце 7 конь d3 белые защищают пешку на поле c5 и хотят взять конем на поле d4 и здесь позиция белых просто была бы выиграна и так слон е7 играет борис гельфанд ну и тут ливон аронян забирает пешку на а5 затем отводит коня на поле b3 и здесь на 44 ходу у бориса гельфанда то ли флаг упал то ли он просто сдался но так или иначе позиция безнадежная поскольку если забрать например слоном на поле а4 то следует удар конь бьет е6 что-то вот наподобие такой позиции возникает где у белых позиция явно поприятнее у них сейчас лишняя пешка и все пешки черных катастрофически слабые ну и так например после конь b3 если забрать например опять же ладьей то меняемся меняемся и снова забираем пешку на поле е6 так или иначе но ливон аронян одержал победу а мы с вами посмотрели все пять партий пятнадцатого тура все они выдались исключительно интересными и результативными ни одной ничьей идем дальше шестнадцатом туре играет шахлиер мамедяров против ливона ароняна борис гельфан против петра свитлера владимир крамник против виши ананда александр грищук против уэст-лисо и даниил дубов против яна непомнящего белыми играл даниил дубов черными играл ян непомнящий в этом российском противостоянии у нас был разыгран дебют ферзевых пешек и сюрпризы начались уже просто на первых ходах h3 водя g8 играет я непомнящий после конь d2 играет g5 вот так вот очень антипозиционно дубов забирает на поле е4 и не помнящий играет жаж очень остро играет российский гроссмейстер и очень авантюрно конечно здесь сильнее было сыграть д.е. тогда вы белые сыграли конь бьет g5 ну и черные могут сыграть ферзь d5 залавливая коня коню некуда уходить надо играть f4 тогда f6 и е3 и получается после этого позиция вот такого вот примерно типа где у белых три пешки на королевском фланге за фигуру что здесь сильнее непонятно позиция очень интересная острая повезет тот кто лучше играет в шахматы после конь бьет е4 жаж играет непомнящий белый спокойно играет конь c3 после е6 подрывает дуба в центр ходом е4 но его здесь непомнящий еще одну ошибку допускает ходом слона 6 надо было все таки бить на поле е4 и заканчивать развитие например сыграть конь d7 и так слона 6 конь е5 теперь повисла пешка на поле h5 ферзь g5 играет здесь непомнящий и после ед также снова ошибается ян играя король f8 конь d7 можно было сыграть попытаться разменять активного коня тогда вы белый сыграли конь f3 ну и после ферзь е7 de конь f6 слон b5 шах c6 слон c4 примерно вот что-то такое могло возникнуть и здесь еще борьба какая-то была и так еды король f8 теперь даниил дубов находит великолепное продолжение он играет слон c4 и выясняется что если сейчас забрать пешку на поле g2 то белые могут просто позволить себе сыграть ферзь бьет h5 и пожертвовать две ладьи вот так вот в духе морфи италия но при этом мат на поле f7 висит слон висит и черные здесь проигрывают например после ферзь бьет h1 шах король е2 висит ферзь и висит мат и можно опускать занавес и так солнце 4 f6 играет непомнящий пытается прогнать коня но д е играет даниил дубов жертвуя фигуру после f е ферзь f3 шах снова выяснилось досадное обстоятельство что нельзя играть ферзь f4 закрываться по причине е7 шах и слон атакует ладью поэтому после ферзь f3 играет король g7 вынужденный ян тогда шах король h8 и е7 посмотрите друзья на 16 ходу пешка даниил дубова уже почти прошла ферзи слон е6 непомнящий пытается откупиться фигурой если сыграть слон d7 то здесь также красиво белые побеждают они забирают на поле g8 затем играют конь d5 и проблема в том что невозможно защититься от угроз у белых сейчас не хватает фигуры но грозит конь бьет c7 с выигрышем ладьи а если уходит конь например на поле a6 то следует шах конем с поля f6 и теряется слон на поле d7 и белый в итоге побеждают итак после е7 слон е6 дубов забирает ферзем на поле е6 теперь по-прежнему нельзя забирать на g2 висит слон конь c6 конь е4 тут уже просто тотальнейшая доминация белых фигур после ферзь бьет g2 слон d5 дубов нападает слоном на ферзя и защищает ладью не помнящий жертвует ферзя играет ладья g1 после король е2 конь бьет d4 шах неожиданно ферзь отыгрывается но после хода король d3 конь бьет е6 ладья бьет g1 тучи развеялись туман войны и выяснилось что у белых абсолютно выигранная позиция потому что пешка проходит ферзи как ходить если сыграть конь g7 то следует ладья бьет g7 уничтожение защиты ну и после слон g7 проходит ферзь и в итоге если посчитаем материал то белые остаются со здоровой лишней фигурой вот так вот после хода значит конь бьет е6 и ладья бьет g1 на 24 ходу уже даниил дубов разгромил лидера турнира я на непомнящего нанес ему очень болезненное поражение но и партия получилось конечно очень красивая поэтому за такую игру однозначно надо поаплодировать браво даня идем дальше белыми играл александр грещук черным играл уэслисо в этой партии ничего интересного не было поэтому давайте мы ее с вами промотаем с целью экономии времени спокойно все здесь развивалась белые пытались затеять атаку на ферзевом фланге но в итоге позиция просто закрылась по максимуму и поскольку планы здесь не проглядываются просто соперники согласились на ничью идем дальше белыми играл владимир крамник черными играл виши ананд в этом российско-индийском противостоянии двух экс чемпионов мира развернулась очень интересная борьба разыграна итальянская партия вариант тишайший итальянка крамник прорывается по центру играет d4 черный отвечает конь c6 борется за центр дальше белый перегруппировать своего коня и после сон d5 сон d5 конь f6 солнце 6 bc сейчас мы видим что белый пожертвовали пешку временно потому что у белых очень активная игра после ферзь d2 водя b5 a4 вот тут виши ананд ошибается ходом водя b4 надо было здесь черным играть водяев 5 и здесь я проделал достаточно длинный анализ и показываю вам форсированный красивый вариант ничейный смотрите после водяев 5 белый играют конь g3 и черные жертвуют качество на поле f3 затем играют h6 прогоняют слона ну и как будто ловит этого слона на самом деле здесь у белых чудовищные силы атака после коня 7 водя е7 играют белые и грозит ход конь h5 и конь f6 водя е8 водя е1 взяли взяли ну и тут черные спасаются единственными ходами сомби от h3 отвлечение ферзя от защиты ладьи конь h5 с угрозой дать такой вот ход очень неприятный то есть сделать ход коня в 6 со связкой ферзи 8 шах приходится закрываться снова конем и теперь висит слон и висит пешка и черные вынуждены либо соглашаться на ничью или же белые могут попытаться поиграть на победу вот такой вот получается интереснейший вариант когда белые играют конь g7 10 восклицательных знаков можно этому ходу объявить заманивают короля вынуждены черные забрать этого коня потому что грозит водя е8 и здесь получается так что белые выигрывают ферзя но черные строит крепость вот это вот действительно настоящая крепость три легких фигуры за ферзя все пешки у черных взаимно защищены и здесь должна партия завершиться в ничью и так после а4 водя b4 сыграл виши ананд дальше после конь g3 h6 жертвует на поле а6 владимир крамник добивается практически выигранной позиции но тут снова ошибается владимир борисович играя водя е4 очень он хочет сыграть красиво но не получается на взятие конечно он хочет сыграть конь h5 с матом на поле g7 так вот конь бьет е4 так и сыграл виши ананд надо было здесь конь е4 играть белым тогда черные бьют на поле f3 на gf играют конь h7 и здесь снова получается вот такой вот интересный острый вариант когда белые все тут жертвуют накидывают черные вынуждены защищаться потому что грозило взятие и взятие ладьи вынуждены отдавать качество назад и получается так что у белых ладья за две легких фигуры черных после ладья g4 белый защищает пешку на d4 затем перегруппировывают свои фигуры ну и после ферзь е3 игра идет на все три результата очень интересная позиция и так ладья е4 играет владимир крамник теперь после конь е4 конь h5 выясняется что у белых вроде бы матовая атака смертельная грозит мат на поле g7 но черные находят защиту они играют сон бьет d4 отвлекая коня сон держит поле g7 а теперь играют ферзь g5 защищаясь от мата и получается так что отбились черные и конь бьет опять здесь играет значит владимир крамник вот здесь ходом слон е6 кстати ошибается вишанан снова надо было сыграть c5 и на конь бьет опять f5 и здесь получается так что ограничивают черные фигуры белых ну и дальше вот что-то наподобие такой позиции могу возникнуть где черные должны это спасти и так слон е6 взял пешку на поле а5 владимир крамник и дальше получается так что белые получили перевес вот здесь правда непонятно почему не сыграл а5 владимир крамник он сыграла де а3 после слон бьет а4 он видимо надеялся на какую-то связку конь е7 шах король f8 конь d5 белый нападают на пешку но тут все защитил вишанан и по арте перешла в окончании где у белых лишняя пешка и на самом деле все еще сохраняются неплохие шансы на победу жертвует фигуру владимир крамник съедает пешки и получается так что у белых три мощнейших пешки проходных за фигуру у черных ну при правильной защите конечно черные должны это все дело удержать и дальше снова очень долго все это соперники играли ну и в результате все таки получается так что черные успевают намертво все заблокировать и на 61 ходу согласились на ничью очень интересная сложнейшая партия где оба экс чемпиона мира показали себя на высоте идем дальше белыми играл шахрияр амидьяров черными гравливон аронян самая короткая партия всего супер турнира в амстердаме всего семь ходов сделано и шахматисты согласились на ничью ну причиной таких партий лежит вовсе не психология или еще что-то а к сожалению политика ну я не буду здесь вдаваться в подробности все вы прекрасно понимаете о чем идет речь а мой канал не об этом поэтому идем дальше белыми играл борис гельфанд черными играл петр свитлер в этом израильско-российском противостоянии разыграно у нас было английское начало симметричный вариант давайте здесь мы с вами проматываем дебют и партия на самом деле характерно только одним моментом а именно тем что здесь вроде бы белые получили достаточно интересную игру они давят на ферзевый фланг и вот тут белом вернее черным надо было отойти ладей на поле а8 на солнце 7 теперь уже найти контрудар конь b3 ну и здесь получается так что все как-то подменивается и позиция получается хоть и без пешки у черных но вполне обороноспособный после слона f4 конь b3 сыграл петр свитлер и допустил грубейший зевок так как белые съедают ладью а после комбио c1 успевают еще раз напасть на ладью и в результате остаются белые с чистым лишним качеством проблема в том что еще и взять на поле f2 нельзя так как после е3 слон бьет е3 водя бьет f2 белый остается с лишней фигурой после слон бьет d8 конь е1 играет петр свитлер но теперь водя d2 слон c3 водя d1 конь по-прежнему застрял намертво поменялся значит на поле g2 поэтому петр свитлер ну и здесь получается уже просто техническая позиция с лишним качеством у белых борис гельфан все четко сделал давайте промотаем немножечко вот здесь после хода слон f8 сдался петр свитлер так как грозит е4 и водя е7 ну почти с матом там будет скрытый шах и в любом случае белые что-то да выиграют тем более что висит сейчас пешка на поле g7 но я имею ввиду если пешку убрать из-под боя то во первых можно и пешку наш 7 скушать а еще сильнее просто вот сыграть е4 и затем водя е7 шах потому что королю просто деваться некуда и так борис гельфан победил а мы с вами посмотрели все пять поединков 16 тура идем дальше в семнадцатом туре играет дни у дубов против шахриера мамедьярова я не помнящий против александра грищука у если со против владимира крамника виши анан против бориса гельфанда петр свитлер против ливона ароняна белыми играл виши анан черными играл борис гельфанд в этом индийско-израильском противостоянии у нас была разыграна сицилианская защита вариант рассолима также с вами давайте дебют проматываем и останавливаемся на критических моментах размененный ферзи что означает уже что будет у нас позиция носить эндшпильный характер белый перегруппировывают свои фигуры после водя c1 слон d7 g3 ограничивают белые коня на поле d5 король f8 слон g2 и вот здесь ходом король е7 ошибается борис гельфанд обязательно нужно было убрать коня тогда белые бы сыграли конь a5 не пуская коня на c4 ну и все равно можно сыграть конь c4 скинуть пешку затем сыграть a5 и выясняется что здесь позиция все равно близкая к ничейной король е7 же вызвал большие сложности потому что теперь белые бьют на поле d5 и получают позицию вот здесь после хода слона f5 кстати борис гельфанд еще одну ошибку допускает можно было сыграть f6 но здесь я снова проделал большой такой вот анализ как белые добиваются большого прогресса это максимальное упорное сопротивление я вам сейчас показываю со стороны черных и вот здесь белые на самом деле белом очень тяжело что-то добиться потому что после водя е3 черный заходит за пешкой е6 слон е8 и вот это вот последний что называется рубеж обороны как дальше белом добиваться прогресса непонятно если король будет приближаться к воде то водя будет всегда его атаковать с тыла пешку на поле b5 пока брать рано потому что там пешка на поле е6 в результате погибнет и в общем непонятно как дальше здесь белом добиваться прогресса у белых то есть перевес но как дальше играть совершенно не ясно особенно если играет человек после f4 слон f5 сыграл борис гельфанд и вот теперь уже позиция очень простая потому что белые подтягивают все свои фигуры и играют просто по черным полям тотальнейшая доминация белых фигур в результате и здесь белый все съели после конь b3 грозит конь d4 мат поэтому борис гельфанд на сорок первом ходу признал свое поражение и так виши аннад у нас победил идем дальше белыми играл данил дубов черным играл шахриярма медьяров в этой партии у нас было разыграно каталонское начало в исполнении данилу дубова после конь d5 конь c3 комбит f4 gf слон b7 играет шахрияр и тут данил играет три ноля и вот тут шахрияр ошибается ходом a6 он хочет снова играть какие-то ежовые структуры но позволяет белом прорваться ходом d5 и захватить инициативу надо было играть конь d7 и вот если здесь d5 то очень сильный контрудар b5 конем брать плохо потому что возьму пешку на поле d5 черные а если забрать ферзем то водя b8 и тут водя начинает смотреть в сторону ферзевого фланга d е слон бьет f3 еф шах водя бьет f7 водя бьет d7 ферзь c8 и выясняется что если ферзь уйдет куда-то то потеряется водя на поле d7 поэтому белый здесь фактически вынуждены жертвовать ферзя затем забирать на поле f3 ну и получается позиция после хода е3 белый укрепляют пешку на поле f4 получается позиция очень интересная так как здесь мы видим что у белых за ферзя получается ладья и легкая фигура но при этом еще есть две пешки позиция с нарушенным материальным равновесием снова победит тот кто лучше играет в шахматы и так рокировка a6 казалось бы делать логичный ход шахрияр но дубов прорывается ходом d5 после ферзь b3 ед конь d5 сон d6 играет шахрияр и белый захватывает инициативу ходом конь g5 конь d7 король b1 слон бьет f4 играет здесь шахрияр вышибая опору из-под коня но дубов жертвует коня на поле h7 после король h7 забирает на поле f4 и дальше после слон g2 конь g2 здесь мы видим что получается вроде бы позиция с материальным равенством но сейчас грозит шах и взятие коня на поле d7 поэтому король уходит из-под шаха и ферзь все равно ферзь h3 висит конь и вскрывается вертикаль h f5 конь f4 ферзь e8 ферзь b3 шах ладья f7 конь e6 у белых тотальная доминация и дальше белые в итоге все-таки добиваются победы ну потому что фигуры очень активны ладья d8 король h7 ладья g3 грозит мат и после ладья f6 черные защищаются от мата но после хода конь d5 сочная вилочка прилетает и на 33 ходу шахрияр мамедьяров капитулирует даниил дубов победил идем дальше белыми играл петр свитер черный играл ливон аронян в этой партии у нас была разыграна защита грюнфельда давайте также с вами дебют проматываем после h3 слон d7 белый забирают пешку на поле d5 черный в ответ забирают пешку на поле d4 получается открытая позиция где начинается острая фигурная игра h4 слон h6 ферзь f3 водя c1 водя c1 сон f5 отвечает здесь ливон ранян и тут петр свитер грубо ошибается ходом g4 надо было сыграть h5 и на сон е4 тогда есть ход ферзь g4 сон f4 ферзь f4 слон g2 король g2 и если водя бьет е2 то здесь мы играем h6 затыкаем короля и получается так что теперь король f8 надо играть так как проигрывать например ход водя бьет b2 из-за ферзь бьет d4 такая красивая тактика на тему слабости последней горизонтали бить нельзя будет водя c8 с матом а так снова висит мат и висит водя и белые сразу же побеждают после h6 надо играть король f8 но тогда белый играют ферзь f3 с нападением на ладью и с угрозой ферзь b7 и водя c8 поэтому снова нельзя бить черным пешку на поле b2 они должны возвращаться ладьей ну и тогда белый играют водя c6 и получается снова очень интересная острая игра где у черных лишняя пешка а у белых активная позиция и так сон f5 g4 играет петр свитлер этот ход ошибка потому что теперь черные нападают на ферзя и затем также съедают пешку на поле е2 но в отличие от той позиции которую мы с вами видели у белых нет спасительного хода h6 в результате получается тяжелое окончание для белых так как черные съели уже две пешки ну и ход ферзь бьет h5 кстати со стороны леона роняна выпускает победу ладя d8 надо было играть с угрозой и толкать пешку и с угрозой ферзь d6 разменять ферзей на 6 играем король f8 и потом уже ферзь d6 и так ферзь бьет h5 ферзь бьет d4 в результате снова белые ожили ну и дальше снова начинается очень интересный период борьбы где у черных есть лишняя пешка ферзевом окончании эти эншпили очень сложны и вот ход b3 как показывает компьютер ход этот проигрывает партию здесь можно было играть по-разному но только не b3 и в итоге спустя несколько ходов давайте здесь уже не будем каждый ход разбирать у белых все-таки позиция была плохая результате черные здесь очень долго маневрировали долго 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 ну и в результате черные убежали королем из-под вечного шаха и все-таки это пешка на поле b3 пала смертью храбрых и дальше черные еще и заставили белых отдать пешку на поле f2 с шахом на 69 ходу здесь сдался петр свитлер так как уходить на поле a6 нельзя из-за мата ну а на король h4 пешка на поле f2 падает с шахом после чего позиция становится уже совершенно выигранной и так ливон аронян победил а петр свитлера у нас уже проигрывает третью партию подряд и совершенно отваливается от борьбы за первое место идем дальше белыми играл я не помнящий черный играл александр грещук в этом российском противостоянии у нас была разыграна итальянская партия здесь давайте мы с вами дебют и метрешпиль проматываем потому что все это мы с вами уже видели тысячу раз примерно вот эти вот все позиции получается в итоге у нас так что белые поддавливают но ферзи разменялись и дальше снова у нас позиция получается как будто абсолютно ничейно здесь александр грещук держался до поры до времени отлично но вот здесь вот кстати ошибается ходом ладья c5 надо было играть е3 и на фе ладья е4 прицепляясь к пешке на поле c4 все дело в том что на c5 можно уже пешку на поле е3 забрать на ладья a8 ладья бьет c4 ладья бьет a6 c5 и у черных есть своя контр игра и так ладья c5 ход остроумный если забрать то будет взятие королем ладьи но так и нужно было играть ладья a8 сыграл непомнящий и этот ход выпускает победу а на самом деле можно было забрать и на коробе от d8 просто сыграть король f1 и пешки у черных расположены очень неудачно время грозит слон f8 и король подтягивается позиция была бы с большим перевесом и так воде a8 водя бьет c4 водя бьет a6 конь d5 снова позиция у нас получается ничейной но вот здесь грещук умудрился все-таки эту позицию проиграть после короля h2 c5 водя h7 вот здесь грещук взевает ходом конь f6 он нападает на ладью защищает пешку на h5 но надо было играть c4 на слон g7 все равно c3 водя бьет h5 c2 слон b2 ладья a2 a7 белые отвлекают ладью затем забирают пешку на е4 и остаются с тремя связанными проходными пешками но выясняется что здесь все-таки приходится белом вставать в оборону король c6 важный ход потому что сейчас грозил шах и выигрыш ладьи поэтому встаем на белое поле и дальше конь идет на поле d3 и на самом деле выясняется что ход вход черные успевают сделать здесь ничью ферзь у белых проходит у черных тоже и получается окончание ферзи две пешки против ферзя с конем это ничья и так водя h7 конь f6 ошибается грещук теперь шах король f5 и а7 и пешка у белых прошла теперь остается просто отступить ладьей забрать пешку на поле c5 сыграть ладья c8 и a8 ферзь ну и ничего не получается здесь у черных дальше грещук все сделал грамотно забрал пешку на поле c5 затем после хода конь d3 слон е3 на 67 ходу грещук признал свое поражение но поскольку сейчас белые хотят сыграть водя c8 и a8 ферзь и защиты у черных нет и так я не помнящий снова одерживает победу и уже отрывается от лидеров на довольно таки серьезное расстояние и становится понятно что я не помнящий становится недосягаем для своих соперников и он досрочно одерживает победу на этом супер турнире но давайте все итоги мы с вами подведем позже а сейчас идем дальше белыми игра у вас леса черным играл владимир крамник в этой партии у нас была разыграна сицилианская защита классическая система и в этой партии на самом деле владимир крамник нашел интересную комбинацию с отыгрышем фигуры и вот тут ходом слона 6 в с лисо играет достаточно интересно но лучше всего было сыграть просто слон d4 на ед 3 0 и после слона в 6 конь е4 белый спокойно развиваются и позиция получается равной слона 6 же это такое горе от ума белые хотят испортить черную структуру но в итоге после слон g5 ферзь h5 f5 у черных владение центром и инициатива h4 слона f4 шах король g7 конь е2 слона 6 вся атака зашла в тупик у белых если сыграть рокировка то просто ферзь f6 сыграют черные и у них отличнейшая позиция поэтому после слона 6 бросается во все тяжкие у с лисо играет и в 4 после еф играет рокировка но тут черные играют конь е5 затем f3 и выясняется что после слон е3 король h1 слон е6 позиции черных уже близка к выигранной но здесь дальше опять вмешался цейтнот вадим экранник почти добил своего соперника но на двадцать седьмом ходу допускает досадный ляп здесь надо было играть слон и в 4 с нападением на коня на ферзь h3 меняемся и потом играем король h8 с идеей владяжи 8 и у черных здесь была позиция просто с тотальным перевесом конь g6 же играет вадим экранник с идеей дать шах на поле f4 и выясняется что после владя h1 ферзь атакован ферзь g5 конь c e4 шах король f1 и все оказалось защищено у белых пришлось менять ферзей вся атака теперь выдохлась и после конь бьет е3 здесь владимир экранник еще и умудрился допустить ошибку играя d e на самом деле здесь слон h5 надо было играть но найти этот ход просто было нереально мне кажется это не один гроссмейстер такой не поднимет компьютер сразу видит то есть просто нападаем на пешку на поле f3 конь c4 белый вводит коня из-под удара но после слон бьет f3 висит владя и висит конь надо играть владя бьет h7 шах такая вот тактика дальше белые отыгрывают качество ну и после владя е1 слон g2 король f2 конь d3 cd владя е1 король е1 все должно закончиться миром ничья на доске итак после конь е3 de играет владимир крамник и теперь белые после хода конь f6 уже празднуют победу потому что висит владя и висит мат на h7 едва шах слон бьет едва король g7 так или иначе но просто белые результате выиграли качество и дальше у вас лисо без особых проблем разобрался с крамником потому что фигуры у белых очень активны шах король d6 водя d5 король е7 водя d2 и сдался здесь владимир крамник потому что белые сыграют король е3 пешку на поле h2 заберут и у них уже просто будет четыре лишних пешки увы и ах но владимир крамник совершенно проваливает этот турнир плетется на последнем месте некогда великий экс чемпион мира но вот к сожалению не идет у него этот турнир никак получает позиции боевые владимир крамник но потом просчитывается зевает грубо и проигрывает итак друзья мы с вами посмотрели все партии семнадцатого тура идем дальше и смотрим заключительный восемнадцатый тур в заключительном восемнадцатом туре играет шахриер медьяров против петра свитлера ливон аронян против виши ананда борис гельфан против уэсли со владимир крамник против я на непомнящего и александр грищук против даниила дубова белыми играл владимир крамник черный играл ян непомнящий и так в этом российском противостоянии непомнящий уже обеспечил себе чистое первое место на этом супер турнире ну и дальше непомнящий просто спокойненько играл себе в шахматы он играл черными защищался сначала до поры до времени крамник проводит атаку на ферзевом фланге и после комбия c5 слона 3 b6 вот здесь ладья c1 играет владимир крамник этот ход снова ошибочен надо было играть ладья fd1 наваливаясь на коня ладья fd8 тогда слон b2 и после a6 слон бьет d5 слон бьет d5 конь c7 опачки двойной ударчик сон f3 выручает черных и после комбета 8 ладья бьет d1 ладья d1 слон d1 конь бьет b6 на доске материальное равенство и вскоре можно соглашаться на ничью и так b6 ладья c1 играет владимир крамник теперь просто ладья d8 отвечает непомнящий конь бьет a7 забирает пешку крамник конь f4 играет непомнящий и начинается игра на перехват висит слон висит пешка и ходом конь c6 владимир крамник вообще теряет контроль над позицией надо было конечно бить на поле c5 позиции после ладья d2 все равно противнейшие h4 ладья бьет a2 повис конь на конь c6 конь е2 шах король h2 владя a4 с угрозой дать мат анастасии приходится играть f4 отдавать пешку позиция по моему близкой к безнадежной все равно у белых итак конь f4 конь c6 играет крамник теперь непомнящий играет владя d3 двойной удар на слона и на пешку на h3 солнце 5 bc ну и теперь выясняется что нельзя играть владя бьет c5 и закон бьет g2 и повисит пешка на поле h3 поэтому после bc владя d1 играет крамник непомнящий меняется забирает пешку на 2 подведем итог у черных здоровая лишняя пешка и снова борьба была недолгой потому что непомнящий активизировал все свои силы съел пешку на поле g5 съел пешку на h3 вообще все съел у крамника после король бьет h3 конь бьет е3 fe владя h5 с двумя лишними пешками остался ян непомнящий и дальше спокойно доводит эту партию до победы то есть перегруппировывает свои фигурки постепенно после хода король c6 король заходит на поле b5 и пешка c бежит ферзи особо борьбы не получилось непомнящий победил ну и как я уже сказал он и так был победителем турнира но вообще просто турнир разрывает российский гроссмейстер идем дальше белыми играл борис гельфан черный грау с лисо в этом израильско-американском противостоянии у нас было разыграно каталонское начало давайте дебют также мы с вами проматываем здесь получается позиция тоже довольно таки запертого типа и игра переходит на фланги у белых перевес достаточно серьезный но черный держится вот здесь кстати ходом король f2 ошибается борис гельфанд слон h5 давала достаточно серьезный перевес на король е7 c5 и на солнце 7 конь f3 с угрозой конь g5 навалиться на пешку на поле е6 водя g7 конь g5 ферзь d7 слон f3 ну и дальше белый там перегруппировать свои фигурки поддавливают так водя g8 король f2 теперь водя g7 водя h6 ферзь d7 и черные просто успели все замуровать в результате позиция получается равной и соперники здесь еще немножечко поиграли но во всяком случае везде здесь ничья поэтому попытался борис гельфанд куда-то там загнать короля черных и после ферзь е5 меняются ферзи король d7 g5 и тут шахматисты согласились на ничью поскольку выиграть невозможно у белых проходная пешка же король в квадрате у черных проходная пешка ей король также в квадрате никуда короли убегать не могут поэтому здесь ничья идем дальше белыми играл его на ранян черный играл виши ананд в этом американо-индийском противостоянии у нас разыграна итальянская партия и снова давайте здесь мы с вами промотаем эту партию потому что особо ничего интересного здесь не было белые мы видим идут на позицию и черные где у них две легких фигуры за качество у черных ну и позиция по-прежнему довольно таки крепкая все в итоге меняется и здесь можно остановиться только на одном моменте все-таки два коня конечно же прыгают и в анализе они должны оказаться сильнее нежели ладья но черные подрывают ферзевый фланг вернее королевский и образуют здесь проходную пешку и вот тут ладья е5 ливон ронян отказывается от борьбы за победу на самом деле конь d е7 шах король f8 и конь d4 с угрозой конь е6 вилка давала белом шансы на победу на король f7 конь c6 ладья h2 шах король d3 и на ладья бьет b2 играем конь е5 шах затем забираем пешку на g4 у белых остается в живых пешка c два мощных коня поэтому здесь еще борьба была бы достаточно долгой и так hg ладья е5 ливон роняна все это надоело и в результате потерялась пешка b2 и шахматисты после комбит g4 согласились на ничью идем дальше белыми играл шахияр мамедьяров черными играл петр свиллер в этом азербайджана российском противостоянии разыграна у нас защита грюнфельда также с вами дебют мы с вами опускаем и здесь давайте доматывать то есть позиция снова получается довольно таки интересные но упрощается она довольно серьезно разноцветные слоны на доске после слом бьет f7 шах король h8 b4 а б ладья бьет b4 мы видим что у белых получается лишняя пешка версии 5 король g2 и вот тут ходом король g7 петр свитер проигрывает партию слом бьет f2 можно было сыграть и на коробе т2 ферзь c5 шах после хода король f3 правда выясняется что забрать ладью нельзя по причине мата на поле a1 но зато есть вечный шах ну вот до этого было тяжело на самом деле додуматься что здесь во всех вариантах у черных есть вечный шах уйти на поле g4 же белые не могут так как ладью с шахом съедят ну а так черные будут постоянно шаховать белого короля по нужным полям после король g2 король g7 сыграл свитер это ошибка так как ладья f4 слона защитили дальше ладья перешла на поле f3 h3 ферзь подключился слон d5 ладья f8 и в результате у белых есть лишняя пешка неплохие шансы на победу но все-таки слоны разноцветные и на самом деле здесь еще черные могли сопротивляться да везде в анализе выясняется что их позиция была хуже но петр свитлер просто умудрился эту партию проиграть в один ход здесь надо было играть ферзь f6 не пуская ферзя на поле f7 он же сыграл король d8 и после ферзь f7 сдался так как грозит слон е6 или слон c6 с матом на поле d7 ну и вообще король сразу же оказывается в очень плачевном положении здесь поэтому на сорок третьем ходу петр свитлер признал свое поражение идем дальше белыми играл александр горячук черным играл даниил дубов ну и наконец посмотрим с вами партию российских гроссмейстеров в которой ничего интересного не было так как шахматисты были настроены крайне миролюбиво всех все устраивало был разыгран ферзевый гамбит и здесь просто шахматисты начали повторять ходы и в результате троекратного повторения согласились на ничью ну что ж друзья турнир завершился и мне не остается ничего иного как вместе с вами сейчас посмотреть финальное положение всех участников и подвести итоги смотрим финальное положение участников вы сейчас видите на ваших экранах я не помнящий просто разрывает этот турнир набирает 12 половина очков из 18 и занимает чистое первое место опережая на 2 очка ближайших преследователей а именно петра свитера и виши ананда пётр свитлер к сожалению провалил концовку и поэтому я не помню еще от него оторвался но виши анан как мы видим отлично сыграл занял третье место четвертое место у ливона роняна 10 очков даниил дубов 5 девять с половиной очков 50 процентов у шахриера мамедярова и уэс лисо по девять очков соответственно 7 очков александра грищука шесть с половиной у бориса гельфанда ну и провалил турнир экс-чемпион мира владимир крамник у него всего лишь пять свой на очков из 18 и это конечно печальный результат друзья если видео вам понравилось поставьте лайки подписывайтесь на канал и включайте колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале по традиции для вашего удобства если вы щелкните по левой конечной заставки то вы увидите обзор предыдущего тура супер турнира который вы сейчас наблюдаете в данном случае это левитов чесвик 2023 или же алгоритм ютуба подберет для вас какое-нибудь интересное видео на моем канале справа соответственно будет обзор следующего тура или также алгоритм подберет интересное видео все сделано для вашего удобства чтобы вы не потерялись и посмотрели весь супер турнир целиком находясь на моем канале для вас работал и комментировал олег саламаха играйте в шахматы любите шахматы всем счастливо